С добрым сердцем и трогательными глазами по-настоящему популярным Чебурашко стал после выхода в 1969 году мультфильма «Неизвестному науке-зверьку» в этом году полвека. Чебурашко, ты настоящий друг! Настоящим другом Чебурашко стал не только крокодилу Гене. С ним подружились сотни тысяч детей, и не только советских. Даже спустя годы и сегодня кинолента во главе рейтингов по популярности, а сюжеты приключений переведены на многие языки мира. Сам Чебурашко стал национальным символом. Он четыре раза становился талисманом российской олимпийской сборной. 20 августа в честь праздника именинник со своим другом решили прогуляться по Бердску. Теперь я Чебурашко, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Я прибыл к вам из тропической страны в маленьком-маленьком таком ящике из-под апельсинов. Вот видите, как уже вырос. А все благодаря моему лучшему другу Геннадию. Гена, кстати, работает в зоопарке крокодилом. А я начальником игрушек в детском садике. А еще мы очень много любим дружить и хотим, чтобы у нас было много-много друзей. Много друзей встретили среди бердской детворы. От любимых героев советских времен крепкие плюшевые объятия и песни. От самих посетителей парка – поздравления. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Как они строили дом. Да? Помнишь этот мультик? Семка, ты смотрел такой мультик? Там чебурашка. Хороший, конечно. И бабушка там хороший шапокляк. И как раз там Гена душевный. И чебурашка веселый такой. Няшка-няшка. Нормально все. У нас вообще советские мультики ранечные были прекрасные. Писателя, поэт и сценариста Эдуарда Успенского не стало 14 августа 2018 года. Ему было 80 лет. В этом году киностудия «Союзмультфильм» представила новую анимационную ленту с чебурашкой. Она посвящена памяти Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание.